Еще раз доброе утро. У нас сегодня в гостях замечательный художник, аниматор, режиссер Михаил Алдашин. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Еще вам спасибо за то, что пришли к нам сегодня. Добро паузы. Михаил, я до паузы задала вам вопрос. Все-таки не в прикладном, а в таком, может быть, методическом смысле. Люди-аниматоры, настоящие аниматоры, кто это такие? Ну, я, знаете, на такие широкие вопросы сразу теряюсь, потому что вопрос обволакивает мозг, и нет однозначного ответа. Могу сказать только, что они отличаются, чем они наверняка отличаются от всех прочих людей, способностью мысленно разлагать движения на составляющие, так скажем. То есть пойти от обратного. То есть если режиссер игрового кино, например, я все-таки в частности, собирает хороших актеров, дает им роли, что-то порепетировал, дальше сел в кресло с надписью «Директор экшен», сказал там, или мотор, оператор зажурчал, актеры побежали, заговорили, морду друг к другу бьют, или целуются, там, или любовью занимаются, или там взорвалось что-то, и дальше, в общем, режиссер просто наблюдает, смотрит в монитор, как там это все, хорошо ли. Он уже видит сразу отдельные кадры готового кино, а режиссер должен сначала придумать вот то, что видит режиссер игрового кино в кадре уже, а потом должен разложить это движение в обратную сторону на составляющие, то есть в буквальном смысле, как высоко поднялась рука актера, как широко открылись его глаза, насколько он подвинулся вперед к героине, прежде чем ее чмокнуть, насколько она отодвинулась буквально, на какие доли секунды, на сколько кадров. Если есть такой режиссер Ковалев, Игорь, он сейчас живет в Америке, правда путешествует, я читал его записи режиссерскую, он там пишет, главный герой идет, там, ну, предположим, Вася, Вася идет к двери, три шага, замедление, шесть кадров, поднял руку, четыре кадра, взялся за ручку, четыре кадра, статика, шесть кадров, открыл двери, двенадцать кадров, статика, шесть кадров и так далее. Вот так вот раскладывается движение буквально до каждого кадра. Не всегда это, конечно, идеально точно придумано, но, по крайней мере, это все спланировано. Потом это все делается, потом движение корректируется, потом и много-много, через много-много этапов проходит каждый кадр фильма. Но в результате все равно получается нечто похожее на то, что все видели. Знание — это, конечно, огромная глыба, и, в общем-то, нам обычному человеку даже знать про это ничего не нужно. Я не считаю это необходимым. Так же, как не обязательно, вы видите человека, вы же не думаете о том, как функционирует у него печень, как там в этот момент легкие там качают в воздух. Мне всегда, кстати, интересно. И когда я смотрю мультик, мне всегда интересно. А вот я сейчас посмотрела вот это вот 30 секунд, а сколько здесь рисунков, а какая раскадровка, а какая была проведена подготовительная работа. Это ведь страшно интересно, правда. Ну, на самом деле, все интересно. И как сделаны мониторы, микрофоны, кто там этими руками гутаперчу на микрофоне делал, который он одет. Это все любопытство, в общем-то, ищущий да обрящий. Кто захочет, узнает. В интернете сейчас огромное количество информации. Книги сейчас есть хорошие по анимации. Я скажу, что есть такой вот, есть у нас, так скажем, я считаю, одни из лучших режиссеров российских, сделавших самый популярный фильм. Я имею в виду хитрука. Он сделал двухтомник, называется «Профессия аниматор». И один том там посвящен его личному опыту биографии и работе над каждым отдельным фильмом. И отдельный том по обучению анимации. Если кто-то захочет, можно найти и в интернете, где купить, почитать подробно и о том, как он учился, и какие сложности преодолевал в процессе, и как приходят идеи фильмов. Там все это написано прекрасно. А он сказал, что самое главное достоинство аниматора — бронзовый зад. Ну, извините. Бронзовый? По-моему, чугунный. Все гораздо хуже. Да. Я могу даже сказать, что есть... Я не помню, кто именно сказал, но чаще всего я это слышал от Эдуарда Васильевича Назарова, который делал «Желбалпиос» и другие известные фильмы. Он говорил, что анимация — это жопа часы. То есть сколько вот на заду просидишь за столом, как говорят, как потопаешь, так полопаешь. А здесь вот сколько просидишь, и это на самом деле так и есть. То есть чем больше часов вложено в каждую секунду, тем лучше гипотетически. То есть он может тоже быть дрянным фильмом, но он будет очень старательным дрянным фильмом. Но хороший фильм не может быть без определенного количества отработанных часов. Три месяцев, да. Хорошо, давайте вернемся к вашим идеям. Знаете, я вот так сейчас и с ваших слов, и прочитав какое-то количество интервью, и побеседовав с другими замечательными аниматорами, у меня такой образ создается. Действительно, такого человека, который работает, знаете, так вот согнувшись на стуле, да. Он завален каким-то ворохом бумаг. Вокруг него какие-то там обертки, какие-то там разные там карандашики, чернила, там еще что-то, да. Дверь закрыта, какая-то небольшая вот такая комната, и он во всем вот такой склоченный весь. Глаз горит, а может быть не горит, может какой-то потухший. Похоже все, да, похоже. И это длится очень много времени. И вот в этом пространстве рождаются какие-то идеи. А как? Ну, идеи рождаются... До того, как начался этот процесс, да? Ну, конечно. Потому что все-таки это момент решения уже идеи. Это как вы решили, например, поехать на юг, и дальше начинаете метаться. В чем поехать, где взять сарафанчик, где носоножки, как купить билеты дешевые, где там остановиться, куда девать ребенка, куда девать собаку. Вот это то, что делает аниматор в процессе производства. Хорошо, а идея рождества, например, она у вас как родилась? Это я не могу сейчас точно сказать, честно скажу. Я только помню изображение, но я это в книжке написал. Я увидел несколько почти нелепых, что ли, с точки зрения современного глаза и вообще восприятия религиозного искусства изображений раннего средневековья или среднего средневековья. А, смешно звучит. Средний средневековья. Вот. Ну, в общем, где-то десятая, наверное. И они меня поразили, да, своей наивностью, какой-то такой легкостью, открытостью. И я вообще люблю наивное искусство именно за то, что в нем нет желания, ну, как сказать, в нем нет желания понравиться в том смысле, в каком. В нем нет пафоса, в нем нет, в нем есть что-то живое, такое, знаете, очень человеческое. Вот все любят пирожки есть. Вот, например, есть Спасская башня, есть пирожок. Если мне скажут, что ты хочешь, я скажу, я хочу пирожок. Извините за такое дурацкое сравнение. А ведь правда очень странно. Потому что пирожок держишь в руке, вон теплый. А куда девать Спасскую башню? Зачем она не нужна? Все эти башни построены для того, чтобы отстреливаться от врагов. Это потом они стали декоративными. Пирожок для того, чтобы его держать в руке, есть, нюхать его. И вот такие же там персонажи были в этих старинных фресках, в древних барельефах. У них было что-то такое, знаете, неуловимо теплое и немножко нелепое, как, собственно, в общем, все мы. Такие детские. Какая-то детскость такая. Детскость в хорошем смысле этого слова, да. А как вы думаете, вот они же все одинаковые, как это называют искусство, это такие типизированные лики средневековья. То есть индивидуальности там практически нет. Ой, там очень разные. Не-не-не-не, практически нет. Если вы, например, снимете с них одежды и, скажем, там, прически, то лики можно не отличить один от другого. Ну, я не знаю, где вы там такого насмотрелись. Я различаю. Но это, наверное, так же, как если вы поедете в Китай, вам покажутся, что китайцы все на одно лицо. А на самом деле они все разные. У них есть типические, конечно, типические черты или типичные черты. Есть что-то объединяющее и в разных странах, и всегда видно. Почему я отличаю? Там ранний Ренессанс. Или там поздний Ренессанс, естественно, отличают. В Ренессансе ты как раз уже пошел и пошла уже индивидуальность. А вот в Средневековье... Там все по-разному, там все по-разному. Потому что каждый художник все равно держит свой тип. И в Средневековье там все довольно разное. Во-первых, там были школы разные, и у каждого свои приемы. Потом там была цеховая работа над гравюрами. Ну, вообще цеховая. То есть они, наверное, носили рисунок, так же, как в Египте. Они рисовали, другие обводили, третьи долбили, четвертые раскрашивали. Я поэтому и говорю, что индивидуального почерка художника не наблюдали. Собственно, и не подписывали свои работы картины. Этого просто не нужно было. Да, в Гулу не приходило. В общем-то, да, в Гулу не приходило. Поэтому сейчас такие дебри залезли. Давайте, правда, не будем. Давайте вернемся к вашему замечательному фильму. В общем, я этого всего насмотрелся и увидел, что можно совсем по-другому показывать. В игровом кино для меня эталоном было изображение религиозных, так скажем, сюжетов. Это фильм «Позолини и Евангелие от Матфея», где я, когда первый раз увидел, я был поражен, насколько это просто открыто, чисто. И просто снято так, как будто бы не было ничего до этого. Просто ходят люди, вот пустыня, вот Христос, вот эти грязные, и, в общем-то, никакие там никакого благородства в лицах. Простые люди, кто были эти апостолы? Простые мужики, этот мытарь, который собирал налоги. Если бы я сейчас снимал кино, я бы сделал бы по принципу «Позолини». Взял бы кого-нибудь из налоговой инспекции, прям чиновника какого-нибудь на роль этого самого мытаря-то. И собрал бы такую компашку, и рыбаков бы взял каких-нибудь сказок настоящих. Можно ведь снять и сейчас такое кино. Это было бы свежо. Да, и распяли бы его тут где-нибудь. Известно кто. Я уж не знаю, кто будет в роли Пилата. Но были такие мысли, кстати. Опять мы уехали, значит, от анимации. В общем, я...